Театр кукол, пожалуй, самая многолюдная из площадок этой ночи искусств. В шестой раз театр кукол стал участником акции «Ночь искусств». В этом году все здесь посвящено сказке «Синяя птица». Перед самим спектаклем мастер-классы по изготовлению театральных масок и чудесной мозаики, над которой гости работали вместе с Кристиной Жуковой, руководителем художественной мастерской «Вместе». Выставка театральных афиш, познавательное шоу прямо в театральном фойе и, конечно, сюрпризы. Ну и, конечно, звездой нашей программы является наш давний партнер – это театр мыльных пузырей «Лерон». И я сегодня видела восторгу зрителей у наших прекрасных детей, которые видят, что искусство, оно безгранично. Нет рамок, нет границы у нашего творчества. И это может быть и театр кукол, и театр мыльных пузырей, это может быть творчество художников. Прекрасные выставки у нас в наших витринах. Мы продолжаем дружить с ассоциацией кукольников, мастеров кукол Урала. И благодарим Светлану Рязанову, которая объединяет свое искусство и всегда рядом с нами. В залах Музея изобразительных искусств вместо привычной тишины мелодии, знакомые всем из поколений 90-х. И звучат они здесь не случайно. Как раз в этом зале проходит выставка «Предметное-беспредметное искусство тагильских художников второй половины 20-го века». В этом еще месяце будет конференция, посвященная творчеству художников, в том числе и Нижнего Тагила, которая будет затрагивать искусство 90-х годов. И эта выставка как раз ложится вот на эту тему. Что видели наши тагильские художники, о чем они переживали в 90-е годы, какие темы их волновали, вот об этом рассказывает данная экспозиция. Эпоха 90-х – время крутого искусства делится впечатлениями. Десятилетний посетитель «Ночи искусств» Семен Агеев. Музыка мне очень сильно нравится, особенно когда поют вживую. И картины здесь очень крутые, и мне нравится на них смотреть. В русском зале музея словно дополнительная экспозиция, выставленные на мольбертах картины, авторские куклы, украшения на витринах. Эти работы современных тагильских авторов – лоты аукциона, которые музей традиционно проводит во время ночи искусств. Всего около 80 произведений. Стартовые цены от 300 рублей до 20 тысяч. Есть и графические произведения, живописные, есть керамика, такая форма, которая, ну, можно считать близкой к ювелирной форме. Есть и объекты для дома различные. Ну, я думаю, что эти произведения, конечно, замечательные, если бы стали частью интерьеров наших тагильчан, потому что они украшают, дают эмоциональный отклик, ну и, наверное, радуют глаз. Музей природы традиционно подготовил все для семейной аудитории. Игры и мастер-классы интересны и детям, и родителям. Многое разрешается трогать руками. Сегодня у нас организована игровая зона, где можно увидеть игры, изготовленные из природных материалов, то есть те игры, которые можно изготовить дома самостоятельно. Можно поучаствовать в мастер-классе «Энтомологический рисунок», узнать основы. Также прошла лекция «Секреты мастеров камнерезов», где ребята познакомились с технологиями обработки камня. Ребенок доволен, активно участвует во всех мероприятиях. Также мы посетили музей, основную экспозицию музея, где выставка животных. Там тоже было мероприятие. Мы стараемся ходить часто на такие мероприятия, связанные с искусством, с какой-то музейной деятельностью, с изучением чего-то нового. Когда есть всякие мастер-классы, мы это любим. А тебе что-нибудь понравилось? Да. Ну вот что тебе запомнилось больше всего? Запомнилось делать кормушки. А еще? И еще играть. Мне показалось интересного палочника, потому что там интересно, там, ну, рассматриваясь, там, все такое. Ты еще нарисовала, да, его? Ну, мы еще пришли ждем мамонтов, хотим посмотреть. Играли вот с камнями, да, с природным материалом. Камушки искали одинаковые. На сладкое две сумеречные экскурсии. От обычных они отличаются тем, что проводятся в полумраке с фонариками. Одна рассказывает о доисторических животных, живших на Урале, другая – в зале, где расположена малахитовая коллекция. На площадке историко-краеведческого музея более взрослая программа, скорее даже лекционная. Такой небольшой лекционный музей у нас получился. Здесь мы рассказывали о женах Демидовых. Здесь мы рассказывали о Григории Демидове, который известен как музыкант, а не как заводовладелец нам привычный. К нам сюда приехал этнолог Вячеслав Александрович Печняк, который представил абсолютно точные реконструкции женских костюмов во второй половине XIX века. И вот сейчас он будет как раз об этом рассказывать. Помимо рассказов о традиционном русском костюме, в залах музея прошел концерт от фольклорного ансамбля «Соловейка» и экскурсия, посвященная истории нашего Тагильского края. Демидовская дача подготовила рассказ об управляющих заводами. Субтитры создавал DimaTorzok